Здравствуйте! Сегодня мы осветим немножко такую деталь, достаточно простую. Называется она букса. Прошу к столу. Здесь у меня букса от поршневого гидромолота. Но что можно про нее сказать? Ну, казалось бы, кусок металла, ничего в ней такого нет. Нет, не все так просто. Дело в том, что рабочий инструмент, который мы рассмотрим потом еще отдельно, он работает в очень неблагоприятных условиях. Здесь и разогрев, здесь и какой-то абразивный износ, и высокие динамические нагрузки под ударами бойка и реакцией разрушаемого объекта. Все это приводит к тому, что в зазор между инструментом и втулками, по которым он ходит, попадает все, что не попадает. Частицы, песок, частицы бетона, очень много абразивных составляющих. Все это приводит к износу как самого рабочего инструмента, так и втулок. Ну, давайте немножко углубимся в конструкцию. Я на предыдущем видео показывал вот такие втулки инструмента. Это стоит вот здесь вот, вверху, внутри буксы. А это нижняя втулка, она стоит внизу. На разных моделях они, посадка их разная. Конкретно эта модель предполагает запрессовку этих деталей, буксу. Сделаны они с небольшим натягом. Но, надо сказать, что вот эта конструкция с двумя втулками, она обладает как плюсами, так и минусами. Плюсы какие? Что обычно задняя верхняя втулка, она изнашивается гораздо медленнее, чем нижняя. Поэтому есть в некоторых случаях хоризон нижнюю втулку поменять, а верхнюю оставить старой. Если молоток хорошо смазывается, то износ верхней втулки, он не такой ощутимый, как нижняя. Но! Обе... Вот такая система с двумя втулками, она хороша для корпусов букс, таких вот, как этот. А в чем его особенность? Дело в том, что изначально он имеет термообработку и достаточно точно обработан. Ну, он позволяет сделать шлифовку и так далее. Это особенности конструкции именно этой буксы. Ну, что такое ее твердость? Это износостойкость. Да, в общем-то, больше плюсов и нет. Наверное, износостойкости. Значит, втулки крепятся вот такими пружинными штифтами. И вот здесь у меня был пальчик. Вот такой палец между двух пружинных штифтов держит эту втулку от выпадения. Что еще скажу? Вот этот инструмент, наш рабочий, крепится пальцем инструмента. Вот так вот он вставляется, и инструмент оказывается зафиксированным. Вот таким вот образом. Вот так. И он уже не может дальше ни вдвинуться назад, ни выдвинуться. Часто рабочий инструмент страдает при холостых ударах. Вот здесь, на этом примере, мы видим, что деталь довольно-таки старая, то есть он хорошо поработал, но экскаваторчик был аккуратен. Мы не видим здесь больших выщерблин, и в целом очень такой приличный, небольшой износ. Эту деталь, в принципе, можно дальше использовать. мы покажем отдельно детали, которые подвергались нещадной эксплуатации и были сломаны неправильным неправильными действиями оператора. Я вам еще покажу другой вид буксы. Давайте перейдем к другому столу. Есть гидромолты, в которых ради большей сохранности комплекта баек и рабочий инструмент конструкторы отошли от использования двух втулок. Для чего это сделано? Дело в том, что износ этих втулок невозможно спрогнозировать, так как очень разные свойства имеют разный разрушаемый объект. Поэтому вот конкретно здесь мы видим буксу, у которой втулка выполнена не отдельно. Вот она, эта втулка, она выполнена заодно, и здесь есть как нижний элемент, нижняя втулка и верхняя втулка. Да, это решение, оно позволяет сделать что? При обычной замене вы дополнительно предохраняете верхнюю часть от увода рабочего инструмента в сторону. Дело в том, что верхнюю втулку очень сложно замерить. И обычно нижнюю втулку меняют не... нижнюю втулку меняют всегда, а верхнюю никогда. Из-за этого получаются разные проблемы с гидромолотами. Что же может произойти плохого с деталями буксы? Это же такой кусок цельного железа. Но может и происходит. На что нужно обратить внимание при эксплуатации? Первое это, конечно, зазор между втулкой нижней и рабочим инструментом. У каждого производителя он четко регламентирован и я не советую его вырабатывать в ноль, даже если молоток уже не на гарантии. Это довольно-таки серьезно влияет на те повреждения внутренних деталей гидромолота, которые мы рассмотрим позднее, вам все будет понятно. Но в этой системе прежде всего конечно надо обратить на втулку нижнюю. Посмотрите во что она здесь превратилась и какой она должна быть изначально. О чем свидетельствует откола вот этой части? Это работа на выламывание породы. На самом деле идешь или едешь на машине смотришь работает гидромолот там меняют бордюры или там делают заплатки в асфальте но это просто кошмар хочется вылезти и сказать что же ты делаешь зачем ты гробишь эту технику потому что все детали этих гидромолотов они не рассчитаны на то чтобы работать с выламыванием материалом да такие молотки создавались они есть как российские которые уже не производится есть попытки создать это за рубежом но экономика привела к тому что большинство рабочих инструментов и букс они имеют вот именно такую конструкцию которая есть сейчас что у нас еще в буксе есть интересного вот обратите внимание на вот эту деталь она очень нужная это называется масленка и я рекомендую смазывать это место закачивать туда смазку каждые три часа как написано в инструкции смазка за это время практически вся стекает разогревается и эффективность ее смазывания по истечении этого времени довольно таки сильно снижается поэтому делаем что ставим молоток упираем его в землю и смазываем через масленку буксу гидромолот и вносилась втулка выше определенного размера меняйте втулку лучше поменять расходник чем потом менять основные детали но иногда даже бывает такое что ничего сделать нельзя уже с молотком его надо выбрасывать покупать новый ну вроде бы про детали буксы все рассказали увидимся внуки 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 на внуки вы у